роман день добрый вот такой вопрос вышла хорошая отчетность на прошлой неделе очередная 101 отчет сбербанка и аналитики пересмотрели свои фундаментальные оценки на 12 месяцев там уже средняя по моему 270 280 сейчас брать не буду ну высоко-высоко связи с этим а с другой стороны мы наблюдали гиперболический рост на деле который вряд ли является устойчивым когда идет гиперболический рост это уже думать надо вот как ты относишься к сбербанку и какая там стратегия работы ну человек не продал не купил когда пробивали допустим какой-то уровень да 320 но не купил 10 с половиной я предлагал покупать да я помню я продал ниже как минимум там на 286 но пробили мы вверх коррекционного канала это 310 с половиной как раз поэтому пришлось взять лонг лонги я частично порезал позавчера поскольку мы прошли подошли до сопротивления 330 и 7 оно на текущий момент пока мы его пройти не можем и возможно от этого уровня мы снова пойдем вниз тестировать отметку 310 и от ее удержания и неудержания будет зависеть дальнейших отреда но в принципе есть вероятность что мы пробьем 337 если сможем закрепиться выше этого уровня то наверное сбербанк я снова буду покупать в этом случае цель у него будет лежать уже в зоне триста шестьдесят пять триста шестьдесят восемь и там будет его финальная цель роста в смысле апсайд еще остается неплохой сбербанк я верю и верил и и буду верить я считаю это одна из самых фиш которые пользуются заслуженной любовью как в общем-то инвесторов так и зарубежных инвесторов и спекулянтов то есть там по моему триста десять пробивали мы тренд наверх как нет я так помню на на локальный тренд по триста десять пробивали канал да и и кто не успел то должен начать дать чтобы сесть в эту желудку надо ждать либо 309 310 уровней купать отбой оттуда либо же ждать пробуя и теста сверху 330 весель уровень сейчас пилится конечно но после запила всегда идет четкий тест это как бы правило рынка вот поэтому ждать четкого теста сверху купать отбой ставить стоп под тот коррекционный минимум который мы видим ближайшие пару дней надеемся на положение по крайней мере я перспективы газпрома вот госпожа меркель неожиданно решила приехать в киев с прощальным визитом и и ходят слухи что это все сделано 22 числа что сделано специально чтобы внушить президент украины который поедет с официальным визитом 30 уже числа чтобы он как бы договориться чтобы он не слишком критиковал северный поток 2 что думаешь в этом плане какие позитивные негативные моменты есть у газпрома может графики что-то показывают на самом деле не негатива я никакого нет все северный поток построен практически скоро он будет запущен поэтому у украины меньше козырей и украинские скажем так куратор из океанский поэтому и просит его слегка завалить потому что уже в принципе что там руками махать а украинская риторика она очень нервная и всегда очень на пользу не идет европейскому сообществу особенно когда себя с ним ассоциируют вот гастром технически выглядит в принципе неплохо единственное что мы выполнили все цели я уже говорил мои по крайней мере по росту сопротивление сейчас на 298 и 3 перекочевала в принципе от этого сопротивления отбивались и я пока на самом деле жду гастром вниз куда-нибудь ну как минимум там в район 240 с половиной или 229 и даже может быть 280 вот для того чтобы снова покупать его на средний срок но сейчас ситуация такая что может гастром пробить свое сопротивление если мы 298 и 3 пробьем и сверху протестируем тогда буду снова покупать газпром и тащить его ну как минимум до трехсот двадцати четырех а вообще в принципе цели у него триста семьдесят семь и основная четыреста тридцать семь вот гастром я всегда относительно его позитивен как относительно сбера но правда считаю что конечно коррекцию мы могли бы побольше сделать вот но не получается у нас пока устраивать коррекцию ну и последний вопрос традиционно ты затронул тему цен на сталь ты присматриваешься каким-то покупкам в этом секторе сталитейном я знаю что это в любимый сектор я покупаю металлург пока собственно говоря ну стремно мне держать большой портфель вот поскольку до буквально там момента позавчера было непонятно все-таки коррекция на ммвб или новый виток роста поэтому я очень долго бумаги не держал но в принципе удалось поучаствовать в последнем росте металлургов правда вот вчера пробивала или позавчера меня по стопам поэтому снова я без позиции по бумаге но но тем не менее все равно в принципе росту взять удалось какие-то отдельные истории валяются у меня типа там новотек пятерочку купил по среднесрочному сигналу татнефть валяется еще обычка с прифами никак не добьет до цены но так в принципе да но порами на металлургов и на банковский сектор поскольку они лучше рынок себя показывали весь этот вот и и продолжают показывать остальное все пока пока не трогаю я все-таки рассчитываю на коллекцию пониже по ммвб для того чтобы закупаться на средний срок а сейчас пока считаю что рынок вытягивают за уши вот в последние дни вообще уже беспределом то с одним газпромом со сберами его тащат при этом все остальное льют мне на таком рынке не очень комфортно сидеть долго в каких-то позициях поэтому я день два-три их подержу сбрасываю стопы короткие потягиваю и так далее ситуация текущая мне все-таки больше располагает к открытию коротких позиций по хеджевым инструментам нежели там наборки долгосрочных длин а ты интересуешься почему льет ульют к примеру втб сегодня либо ты как технический специалист тебе вообще все равно льют и льют по причине на самом деле да мне без разницы вот втб выполнил свою цель в 5,3 копейки пытался там ее пройти правда но но не получилось поэтому в принципе то что мы идем в коррекцию это в принципе нормально коррекция будет я думаю что в районе либо 5 копеек либо 44 975 и оттуда можно снова снова нагребать ланги по втб ну да день в район в район 5,8 5,9 потому что мы должны прийти в втб я отношусь позитивно и несмотря на то что бумаги в портфеле меня нет я просто продал по достижению цели но смогу куплюсь от объема 5 копеек или пробьем 5,3 втб сбербанк в принципе интересные бумажки я говорю банковский сектор металлургия спасибо большое роман за интересное интервью благодаря этому интервью мы скоро станем очень популярными надеюсь спасибо а